Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Продолжаем с вами исследование соборного послания апостола Иакова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете, ты стань там, или садись здесь, у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы, призрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Такие слова пишет апостол Иаков, начиная с того, что, видимо, в послании, которое он направляет в рассеяние иудеям, были такие сложности, когда человека богатого считали то, что Бог к нему благоволит, а бедного считали, что, ну вот, он Богом наказан, поэтому он и бедный. Такое представление было у апостолов до просвещения их Духом Святым. Но, тем не менее, видим, что оно не исчезло совсем в никуда, оно осталось, и не только в тех временах такое понимание, что если богатый, значит, Бог ему все дал, значит, он перед Богом добрый христианин, а если бедный христианин, значит, Бог у него все отгнял и наказал его. Такое понятие было не только в Древней Церкви. К сожалению, оно бытует сегодня и в современной церкви, и с этим можно столкнуться, и неоднократно, наверняка, мы с вами уже сталкивались. Надо сказать, что такое понятие есть у протестантов, например, у кальвинистов. Женевский папа, как его звали, Кальвина, который так и рассуждал, и у них до сегодня, до сегодняшнего дня, есть такое представление, учение о предопределении. Они так и рассуждают. Если этот человек богатый, то, значит, Бог ему дал, и Бог его предопределил, и богатство ему определил. А если бедный, значит, Бог к нему не благоволит. Есть и более такое радикальное понятие в, скажем-то, в сектантской среде, такие неохаризматические секты, крайне вот такие радикальные, экстравагантные, в которых есть так называемая теология обогащения. Она так прямо называется, теология обогащения. Человеку обещают, если ты, например, вот до крещения Святым Духом, в их понимании, там, с голосолалиями связано, если ты там бедствовал, то после этого ты будешь богат. А если не будешь принимать вот это учение, которое мы тебе предполагаем, то так и останешься бедным. Так и называется теология обогащения. И в их среде есть это понимание и такое вот ложное понятие о том, что если ты бедный, то, значит, Бог тебя презирает и не любит. А если богатый, то, в общем-то, да, все, Бог тебе все дает. Поэтому я говорю, к сожалению, что и не только в Древней Церкви, но и в нашей среде есть такое понятие апостол. Иаков здесь дает четкое понимание и правильное понимание этого вопроса, что рассуждающий так человек, он сам себя ставит на место Бога. Он говорит, не пересуживаете ли вы, то есть кем вы себя делаете, что знаете по внешнему признаку, определяете внутреннее состояние человека. И здесь мы видим достаточно слова. Его звучат строго по отношению к людям, думающим именно так. Поэтому он так говорит, что не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? Так пишет. Мы помним, что в Иерусалимской церкви, где был епископом апостол Иаков, он возглавлял эту церковь, то там было у всех все поровну. Мы помним, что в пятой главе об этом говорится, что в четвертой главе Деяния апостолов даже сказано о том, что был институт диаконов избран именно по этой причине, чтобы всем все раздавать и чтобы община ни в чем не нуждалась. По этому принципу сегодня, в общем-то, есть общежительные монастыри, где никто ничего своего не имеет. И есть такие уставы, и до сегодняшнего дня, где каждый человек берет то, что ему необходимо, распределяется все, что ему необходимо по его нужде, какой-то временной такой необходимости. Итак, по этому поводу интересно очень пишет Блаженный Августин в исповеди, в своем сочинении. Исповедь, цитата, «Да не будет, конечно, того, чтобы в святилище твоем, в твоем большой буквы, то есть у Бога, в Царстве Божьем, богачей принимали впереди бедняков, а знатных впереди незнатных. Ведь ты же, как сказано апостолу Павла, избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное миро, и уничиженное, и ничего не знающее избрал Бог, чтобы упразднить знающее». 1 Коринфянам 1, 27, 28, конец цитаты. И святитель Анзлатоуст по этому поводу пишет, цитата, «Во Христе нет бедного и богатого, потому не стыдись из-за внешности, а прими по внутренней вере». Конец цитаты. Действительно, в святилище Бога и в Царстве Божьем не будет ни бедных, ни богатых, и Господь здесь учит нас и апостол Иаков, и Господь через апостола Иакова, научает нас через его откровение, чтобы мы уже здесь привыкали к этому состоянию, которое будет в Царстве Божьем, где материально ничего не значит, имеет его человек или не имеет. Нам известен всем, не помню, рассказывал я его здесь, но он сейчас будет уже к месту, такой семинарский фольклор, когда один человек богатый, который построил несколько монастырей, в реставрацию там сделал несколько храмов, десятки, а не один, был главным спонсором боготворительного фонда, который занимался всеми строительствами подобных наших храмовых сооружений православных. И когда он умер, то он пришел на предварительный суд, и его встречает апостол Петр, у которого ключи от царствия, и он ему говорит, ну вот где тут мое место определенное? Апостол Петр берет список, смотрит, говорит, знаете, а вас в списках нет. Как нет? Ну-ка иди к главному, разберись там, как-то меня нет в списках, монастыри, храмы, все выстроено, там, да, золото, сколько, сколько денег. Апостол Петр по смирению пошел попросить у Господа, вернулся обратно, говорит, знаете, в списках вот вас не вписали. Он говорит, почему, а что, а что сказал-то? Он говорит, ну, сказал, деньги вам вернуть, а вас в ад, в преддверии ад. То есть, действительно, царствию Божию нельзя купить каким-то добрым делом, если нет смирения. Как сказано в Священном Писании, как сказано у Симеона Нового Богослова, у него есть очень интереснейшее по этому поводу выражение. Он говорит, добро, сделанное недобрым образом, не есть добро. Что значит добро, не сделанное добрым образом? Это не философия, это действительно истина. Добро, которое не сделано по заповеди Божией, сделано бессмирение, о чем мы с вами говорили в первой главе апостола Иакова, оно не меняется человеку в добро. Почему? Что Бог такой злой не хочет вменить человеку это добро? Нет, потому что человек, делая это добро, возвышается над бедным, возвышается в своей гордости, возвышается в своем величии. И мы еще иногда, как здесь пишет апостол Иаков, к этому возвышению человеку бывает, и мы склоняем. «А, вот ты какой великий, ты пожертвовал, на наш счет пересчитывал миллион, теперь ты должен стоять на клиросе, а не перечисленный миллион, будешь стоять где-нибудь на пороге в храме Божьем». И вот о чем здесь речь. И апостол Иаков говорит, Иаков, не пересуживаете ли вы? Человеков богатые, кто чем-то там готов помочь храму, возводят уже прям вот уже все-все. Вот уже чуть в алтарь уже, да. А бедные, но верующие, ну и там постоишь. Апостол Иаков говорит, что не пересуживаете ли вы? Так и пишет. «А вы презрели бедного, не богатые ли, говорит, притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь». Апостол Иаков в его время, он говорит о таких людях, кто это были? Ну это были римляне, да, которые бесславили имя Христа, и христиан, и не только бесславили, но и убивали. Иудеи, которые не приняли Христа как своего Спасителя, хотя сказано, пришел к своим и пришел для них. Далее сказано, «Если вы исполняете закон», восьмой стих, апостол Иаков переходит к теме о неприступности закона и заповеди закона, и о милости, и говорит, «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюбив ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками закона». Видите как? То есть, что значит лицеприятие? Опять же, видя человека по внешнему его богатству, вы ему оказываете больше почести, а если человек более бедный, но тоже христианин, и любящий Бога, вы его презираете и унижаете. Поэтому такую любовь называет апостол Иаков лицемерием. Одним этим словом, лицемерием. Ибо тот же, кто сказал, он говорит, здесь продолжают эти мысли, да, дальше с 10 стиха, начинает говорить о законе, о важности его соблюдения, о заповеди. «Кто соблюдает весь закон и согрешает в одном чем-нибудь, тот становится виновником во всем». Известно это, согрешивший в одном, как круговая порука, согрешает во всем. И далее говорит, «Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуя, сказал и не убивай. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». То есть, если человек обманывает, он также преступник закона. Если человек прелюбодействует, если человек с пренебрежением относится к бедному брату своему, он также преступник закона. Но здесь апостол Иаков выбирает такие две крайние заповеди, самые неприятные для человека, например, человека-убийца и прелюбодей. И поэтому их приводят как пример, как некий такой контраст, усиливая свою мысль. И далее, вот по этому поводу, например, тот же Блаженный Августин пишет следующая цитата. «Неужели тот, кто совершил кражу, или, скажем, тот, кто сказал богатому, сядь здесь, а бедному ты стань там, виновен и в убийстве, и в прелюбодеянии, и в святотатстве? А если это не так, каким же образом, кто согрешает в одном, тот становится виновным во всем? Тут с иронией, как говорит Блаженный Августин. Это так. Если ты пересуживаешь и относишься к бедному христианину, к твоему брату или к сестре, к бедной, то ты, в общем-то, нарушаешь заповедь и становишься лицемерным. А к богатому относишься хорошо, хотя он там, может быть, и не очень-то ведет нравственную жизнь, но по богатству ты говоришь, что вот он достоин. Так и пишет Блаженный Августин. Видите? Неужели тот, кто совершил кражу, или, скажем, тот, кто сказал богатому себя здесь, а бедному ты стань там, виновен и в убийстве, и в прелюбодеянии, и в святотатстве? А если это не так, каким же образом, кто согрешит в одном, тот становится виновным во всем? И продолжает. Если то, что ты сказал о богатом и о бедном, не имеет отношения ко всему тому, из чего кто согрешит в чем-нибудь одном, тот станет виновным во всем? Конец цитаты. Пожалуйста. Далее апостол Яков продолжает мысль эту о преступлении, о том, чтобы не приступать ни одной из заповедей из закона. И в 12 степхе он говорит следующее. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Напоминает нам, что каким судом судите, таким будете осудить. «Ибо суд без милости, не оказывающему милость, милость превозносится над судом». Удивительные его слова. «Суд без милости, не оказывающему милость». То есть, если ты в этой жизни не оказывал милость, то и бог не окажет тебя милость. Это заповедь блаженства. «Блажены милостивые, ибо они помилованы будут». На самом деле, как все просто у нас в православии, мы усложняем себе жизнь. Мы усложняем себе жизнь своей гордостью, самомнением и грехом. Сказано, если ты будешь прощать, то и тебе, Господь, простит на стрессном суде. А мы на себя набираем неизвестно каких подвигов, каких-то немыслимых, вычитывания, выстаивания. А сказано более проще. Если ты будешь прощать, то и тебя простится. Если ты будешь творить милость, то и бог тебя помилует. Вот в чем закон и пророкий, вот в чем заповедь. Любовь к Богу, любовь к ближнему. А эти условия, ведь просто на самом деле. Вот будь милосердным, и когда придешь на страшный суд, и Господь к тебе помилует. Умей прощать человека. Вот от всего сердца прощу ему. Господи, помилуй, помоги. Чтобы больше и не возвращаться к этой теме, не осуждать его. Помоги, если возвращусь, то снова мне помоги, чтобы его простить. И представьте себе, все наши прегрешения, сколько мы наделали. Да, Бог нам простит. Это же очень просто. Заповедь, она проста сама по себе. Как говорил преподобный Амруси Оптинский, где просто там ангелов создават. Она простота, она именно в заповеди Христовой. А мы не можем простить, усложняем себя. Как это его прощать? Такое не прощают. Да, как мы говорим, предательство. Вот все прощу, а предательства нет. Здесь всегда вспоминается история, когда Иуда, предатель в Гевсиманском саду, пришел ко Христу. И когда целованием его предал, и что Христос ему сказал в тот момент? Помните? Друг. Говорит, зачем ты пришел? Кого он называет другом? Какой это друг? Таких, говорит, друзей подальше куда-нибудь. Да. Заполярный круг. Друг. Да. А он ему говорит, друг. Почему? Последний шанс дает на покаяние, называя его другом. Поэтому так. Ибо суд без милости не оказывающему милости. Милость? Милость превозносится над судом. Видите как? Выше справедливости может быть только милость. Выше закона только любовь. Что польза, братья мои? Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Какая важная тема? Важная тема была и тогда, и для современного сегодня человека, которые так и говорят, верим там, сидим себе как-то в душе. Это какой-то такие душеверы. Сами себе напридумывали, насочиняли какого-то такого понимания о вере и сидят и говорят, мы верим. А хочется, а начинаешь спрашивать, а какой символ веры вашей? То есть, какой кредо вашей веры? Какие границы? И такой начинается религиозный компот. Да. Прямо хоть уши закрывай. Ну вот, какие-то рассуждения. Начитались, как говорил Федор Михайлович Достоевский, предисловий на религиозные темы. И изобрели себе разные верования и теперь думают, что вот они обрели веру истинно. Нет. Истинное исповедание веры и его краткое изложение находится в Никео-Цареградском символе вере. Вера имеет свое содержание. В определении соборов, оросов, канонов, постановлений все есть. И жизни, не только этой, я думаю, и вечности, если так можно антиномией такой выразиться, и вечности не хватит для того, чтобы нам все это освоить. А мы начинаем изобретать какие-то свои верования. Что польза, говорит, что если есть вера, а она без дел, какая-то самочинная, придуманная вера, еще и не подклина в делами. Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела, что польза, что польза от такой веры, спрашивает апостол Иаков. Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но кто скажет, кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою, без дел твоих, а я покажу тебе веру мою, из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. Очень важный стих, запомним его. Вторая глава, девятнадцатый текст. Еще раз. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. Внимание, вторая половина этого стиха. И бесы веруют и трепещут. Они тоже веруют, что Бог есть. Они веруют, что и ангелы есть. Они веруют, что и всю иерархию, все это есть. Но что они не делают? Не делают и не творят заповедь Божия. Они не поступают по воле Божией, потому что воля Божия им противна. Потому что они своевольники. И в этом смысле, когда, в общем-то, все просто, опять же, если у нас нет дел по воле Божией, по молитве Отче наш, да будет воля Твоя, як на небесе и на земли, то, выходит, мы уподобляемся вот тем самым, кто тоже верует, но трепещет. Итак, но если хочешь ли знать, несовершенный человек, что вера без дел мертва? Не делали ли оправдался Авраам? И здесь он напоминает о ком? Кому это послание адресовано? Да, иудеям, которые стали христианами. И он напоминает им отца веры, да, которого они называли, так они назывались, мы дети Авраама. Авраам оправдался верою. Но апостол здесь и напоминает, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвника Исаака сына своего, помните эту историю, что Авраам веровал в Бога, и Бог вменил это ему в праведность. Но Авраам не просто веровал абстрактно, все, что ему говорил Бог, и даже та история, которая скрывается в Ветхом Завете, история книга Бытие, 12 главы, где сказано, Авраам, Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, возьми единственного сына, которого они ждали, помните сколько, 25 лет шли по пустыне, Бог обещал им сына, и у них его не было. И вот теперь единственного его, и после этого сказано, что 13 глава начинается, если я не путаю, 22 глава, извините, Бытие 22 глава, да, а 23 глава начинается с того, что Сара умерла. И вот некоторые древние источники говорят о том, что Сара умерла тогда от разрыва сердца, потому что она не выдержала, как-то так, она не смогла, только Авраам смог вынести, ну ничего себе, единственного сына, одного принеси в жертву, но, как сказано, Бог испытывал его, что Бог не знал, что Авраам любит его, знал. Для чего тогда посылалось испытание? То, о чем мы говорили с вами в первой главе, испытание посылалось для укрепления веры. Поэтому, если заповедь, если мы верим в заповедь Божию, и иногда думаем, что вот в какой-то ситуации она невыполнима, ее исполнить невозможно, значит, мы с вами руководствуемся неволей Божией. А чем? Скажу, ситуационной этикой. Да, мы по ситуации действуем. Здесь заповедь Божия, ну хорошо, удобно ее применить, будем применять, а здесь неудобно, ну мы отречемся от нее. Все делать по заповеди Божией. Это и есть испытание нашей веры. Так и говорит, вера без дел мертва. И напоминает Авраама, Исаак, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Что значит совершенство, мы говорим в первой главе? Совершенство любви Авраама к Богу. Как там и было сказано, помните, когда ангел явился, взял уже Авраам, занес меч свой, для того, чтобы закладь сына своего, но ангел Господний взял его за руку и сказал, Авраам, Авраам, не делай вреда сыну твоему, теперь я вижу, что ты любишь меня, потому что ты не пожрел сына твоего, единственного твоего. Это прообраз любви Бога Отца к нам с вами. Он посылает сына своего единородного, как и сказано в Евангелии Атаана, 3 глава, 16 стих, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын идет по согласию с Отцом нашего ради спасения. Бог посылает по любви Отец его, и Дух Святой наставляет нас на всякую истину. И далее он еще приводит один пример, и вера его достигла совершенства, и исполнил слово Писания, веровал Авраам Богу, это вменялось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Вот мы говорили, что друг Божий Иуда, там, и друг Божий Авраам. Авраам, да, какой контраст, но Бог дает всегда шанс, даже самому негодяю, отъявленному, предателю, спасителе, дает шанс покаяться. И далее приводит еще, 25-26 стих, еще одного, нельзя сказать, мужа веру, а жены веры. И кого? Вот, если бы не было написано, можно было бы не поверить, Рааф, Рааф блудницу. Блудницу, так и говорит, что блудники и прелюбодеи впереди вас идут в Царстве Божией. Почему? Потому что они покаялись. А покаяние это тоже дело. Это дело веры. Уметь каяться. Смотрите. Подобно и Рааф, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их других путем? «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Приводит эту Рааф. Действительно, она увидела, она уверовала, как могла. Ее вера была хотя бы с горчичное зерно. Хотя бы с горчичное зерно. Еще только в зачаточном состоянии. Но она сотворила милость кому? Народу Божию, людям Божьим, которые пришли, и она их спрятала. Она их не отдала этим людям, которые искали для того, чтобы их убить. Что она сотворила? Милость. Она соделала милость. А как сказано, блажены милостивые, ибо они помиловы будут. И Аков приводит ее в пример. И они знали, кто такой. Книга Иисуса Новина, конечно, известна и знакома иудеям. И они знают, о чем идет речь. И он, апостол Иаков, приводит в пример. И говорит о том, и снова-снова утверждает мысль. Последним заключительным стихом 26-м, так и говорит, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вскорбинске. Продолжение следует...